Приветствую, ребят. Прошу прощения, что видосы не выходили в последнее время. Во-первых, там было день рождения, мне нужно было отдохнуть перед долгим стримом. У нас стрим был 10 часов. Спасибо каждому, кто пришёл, особенно кто поздравил. Чай мы разыграли, ребятам я чай отправлю буквально сегодня-завтра. Очень рад, что вы пришли, спасибо всем огромное, очень приятно. Всё, что вы донатили, пошло на оплату квартиры, плюс маму вчера сводил в ресторан, очень рад. Спасибо вам огромное, ребят. Значит, сегодня у нас виноманцер. Персонаж из моего пула, у меня есть на него сборка в доте. Обязательно попробуйте ей попользоваться, она очень крутая. Если вкратце, персонаж, которого я хайплю очень давно. Недавно на канале Dota 2 Supports Паша выпустил видео про Веника, где он рассказал, что вот есть такой персонаж, что такое, сборку сделал. Я там в комментарии написал свои подправки на этого героя. Он сказал спасибо, очевидно, и мы такие все радостные. Почему я решил Веника записать, прежде всего? Ну, самая очевидная причина. Персонаж на Dota 2 Pro Tracker, на сайте, где отслеживается активность про игроков, имеет топ-1 рейтинг Dota 2 Pro Tracker. То есть у него количество игр на винрейт и на пикрейт именно идеальный коэффициент. Он сейчас выше, чем Дизраптор, выше, чем Чен и выше, чем Висп. Какие причины? Ну, самое очевидное, у него очень сильные способности. У него весьма неплохая гибкость. Он может в каждой игре покупать разные айтемы. Ну и самое очевидное, у него очень хороший лайнинг. У него очень сильный лайнинг. Я вам в этой игре постараюсь это показать. Вам же рекомендую не забыть поставить к этому видосу лайк. Надеюсь, Дашка не вставит в это видео упоминание о том, что лайк нужно или не нужно. Потому что, ну, я все-таки вставляю, когда я забываю об этом сказать. Вот тут я не забыл. Идея в том, что у Веника второй скилл наносит магический урон. Казалось бы, мало, да? Всего шесть. Но если почитать описание и посмотреть его длительность, вы заметите очень интересную механику. Что вроде бы шесть... Ммм, плохой стрел, Савел. Вроде бы шесть, а вроде бы пофиг. Потому что слишком долго длится эта херня. Длительность этого скилла, ну, слишком огромная. Из-за этого ты можешь практически любого героя на линии пробить. Очень болезненно пробить. Братишка, Дота Комьюнити нужна твоя помощь в новой временной игре на Эпик Лут. Твоя задача поймать СМКу с помощью Хука. Играть можно раз в час. За победы ты получаешь награды и копишь очки. И с помощью очков ты можешь открывать сундуки с арканами. А выбирать СМКу в этом временном бесплатном режиме я вам запрещаю. Только патч, в идеале пятой позиции. В общем, дальше ты копишь победы всю весну и получаешь гарантированные награды из мега сундуков. Ну, а если ты хочешь порадовать себя недавно открытой для всех арканы на ВК, ну, или может быть ДК Хуком, то лови халявный батл пасс у Эпиков. Ведь за его прохождение и дают одну из этих наград на выбор. Ну, а на каждом пятнадцатом уровне раздают арканы. В общем, ссылочка, как обычно, будет лежать в описании. Ты туда обязательно загляни. Там же ты сможешь найти промокод на плюс к балансу. Вам может рады показаться, что шесть, ну, как бы немного. То есть, да, на первом левеле обычно берется гель. Почему я взял пассивку? Потому что я играю против леги, а она очень легко снимает это. То есть, если против вас герой типа Баддона или леги, я не рекомендую на первом левеле брать этот скилл. Лучше берите второй и тычкуйтесь. Это намного удобней. Все отлично. Ударили кэмп. Next я его буду блочить. Сейчас не заблочил, потому что как-то было впадло. Мне казалось, что у нас линия запушена, и мы можем сами супер кайфом этот кэмп подвести. Пинганул, что я кэмп подфармил на смоле, да? Бывает, братишка. Сейчас у нас появился второй, и мы можем под гель уже тычковаться вот таким вот образом. Тут аккуратно нужно поиграть. Шамиран все-таки один из всех героев, против которого тяжело на линии тычковаться. Но у меня вполне весомые шансы. Как вы можете заметить. Так вот сейчас сделаю. Видите, да, какое замедление под гранатку, ребят, происходит. То есть я буквально сделал легкий фермер. Сейчас гель еще будет. Три секунды. Все, и под гель вас просто никто уже не догонит. Сами видите, насколько этот герой эффективный на линии. То есть персонаж буквально перетычковывает практически любого оффлейнера. Раньше, буквально полгода назад, в доте был патч. Тут можно сделать паузу и просто замолчать. В доте был патч. Не, если серьезно, был патч, в котором сделали очень сильным венгуард. Он был непробиваемый на линии. Любой герой приходил в оффлейн, милишный, покупал венгуард и стоял неуязвимым. Сейчас так не сделать. Теперь венгуард сделали слабей. И что более важно, в этом патче веника не меняли. То есть у веника как был сильный второй скилл, так и остался. А идея в том, что второй скилл на венике пробивает венгуард. То есть он костает по чуть-чуть, но магическим уроном. Из-за того, что он так вот именно магическим уроном пробивает, ты супер-изи на линии пробиваешь любой реген. Буквально любой. Ты пробьешь акса с венгуардом. Пассивку в два пробивает акса с венгуардом. Задумайтесь, какой еще герой доты может пробить акса с венгуардом? Ну, блин, урса саппорт, наверное, ну это такое, знаете, не очень очевидное решение. Вот это выполнил. Ура, ну не надо. Все, вот. Поэтому веник в этом смысле очень гибкий персонаж, который меняет правила игры. Это тот самый саппорт пятерка, который может в соло закаррить линию любому кору. Когда я говорю любому, это без преувеличения любому кору. И это нужно учитывать, играя на венике, что вы должны побеждать на линии. Понятно, что бывают линии против контрпиков, где у вас там абадон легионка линия придет, вам кнопки не покидать. Просто тычкуйте нон-стоп. Тычкуйте, стакайте, и у вас все будет гуд потом. Потому что дальше Веномансер покупает любые айтемы в игре. Абсолютно любой айтем в игре он может приобрести. Юл, Форстав, Глиммер. Да что угодно, бро. Тебе покупай, что хочешь. Хочешь поддаться? Давай поддеремся. Я не против. Я не против, бро. Нет, транквил едут. У тебя не едут. Только у меня пассивка в два. Главное не забывайте, что пассивка длится довольно-таки долго. То есть вы тычку сделали и забыли. Пичку сделали и забыли. Пичку сделали и забыли. Заметили, да? Это дэмэдж. Димэйдж. Ммм, рановато я сделал тычку, наверное. Опа, мимо. Где Тавар пишет? У нас мид вынесли, да? Ну, мид, как говорится, немножко устал. Ему тяжело. Все, транквилы приехали. Хил пошел. Я считаю, что одна из самых слабых вещей на венике это его МС. Именно веника. Персонаж довольно-таки медленно передвигается. Соответственно, мы эту проблему решаем с помощью чего? С помощью транквил. Покупаете транквилы, проблемы с МСом решаются. Также вы покупаете все, что дает МС. Вот этот барабанчик и этот медаль кугрейжу. Все очень просто. Всегда имейте вайндлендс, к слову. Почему берется стерклетка? Потому что веник универсал. У него за слоты дается много урона. Алло. Алло. Вот. Начиная с четвертого левела вы берете вард в один поинт. Помочь ему никак не помочь. Так, я позамедлю. У него два липа потрачены. Я на транквилах его перегоняю, если что. Так работает примерно именно Монстр Саппорт, ребят. Почти попал, братишка. Заберешь? А, я пытался. Можем ли ему убить мид? Наверное, нет. Вот. Пробить лину, в принципе, можно пробовать. Есть шанс. Она охуевшая совсем. Охуевший на линии. Смотрите, он мне Т2 бьет на пятый. Это что-то у меня мидер немножко, это, позавтракал говном в центре. Ну, ничего страшного. Мы-то тоже эффективно потом будем. Вы берете по ситуации. Либо барабаны, если игра непонятно, что купить, либо соло, если урага много физ. ДПС. В этой игре против нас играет мистер дуэль. Мистер легионка. Поэтому что? Мы сами хотим добрать себе армуру вот таким вот образом, а мы не хотим покупать урну, потому что он урну легко снимает на легионке. А дальше просто уже докупим себе быстро шапочку на линию. Так как шапка дает все-таки нам хп, в начале игры это стоит учитывать, что, может быть, вам со стороны кажется, что шапка дает мало, 125, но на деле 125, учитывая еще довольно-таки весомый армор венамансера, делает его очень мощным персонажем для пробития. То есть он становится прям мощным. И я рекомендую это пробовать. Получайте стоять на венике линию. Это один из самых сильных персонажей на лайне. Если вы научитесь это делать, вам цены на линии не будет. Вы каждую линию будете побеждать. Хороший пример. Мой стример с баттл. Когда я играл на стример с баттле, я там брался венамансера, постоянно колил. Ребята в него не особо верили, не особо понимали, но стоило мне его взять, разговоры заканчивались. Я думаю, вы сами это помните. Он скорее всего прыгает. Я никак не забираю у него руну. Я просто пробью его перед уходом. Пусть уходит. Два браслета купил, два липа потратил. Это окей. Типа чувак уже пишет носите, все, у нас уже седьмая минута. Это, кстати, тот самый проклятый аккаунт с этого стрима. Кто на стриме был, помнит, как у меня жопа взорвалась. Но я думаю, мы справимся даже на проклятом. Потому что враг от нейтралов умирает. Видите? Выпуливать или нет? Как будто бы, да, мы под катапу все равно башню убиваем. Не, мы не убиваем башню, я выпулю. Все, нормально. Он катапу и так, и так убивал. Поэтому мы сейчас кайфом просто варды поставим. Важный момент по механике, ребят. Если вы новичок, запомните это. Когда вы играете на неномансере, вы должны повесить пассивку двумя способами. Первое, это ваша тычка. Второе, это ваш глист. Пассивка на них работает с одинаковой мощностью, но при этом работает с двух разных источников. То есть, вы, по сути, пассивку делаете икс-2. Икс-2, ребят. А это дохрена, вижу в курсе. Это много. Они могут в гейт зайти. Я вард поставлю туда, но пока он еще едет аккуратнее. Продолжаем пулить, играем больше на топ. Пассивка наносит очень много. Кстати, да, насчет вардов. Если у вас нет вардов, вы можете делать вот такие махинации красивые. Бам. И все. Герой чекает хайграунды великолепно. У героя прекраснейшее замедление, у героя великолепный ультимейт. Отличный скейл в лейте. Герой делает очень много за очень мало ресурсов. Это важно понимать. Дробнуть вард. Да, еще, если в случае чего, он очень круто фармит лес. Мы сидеремся тут еще. Замедлили. Помните, что под гелем вас хер догонишь, а вы пассивкой слишком много дэмэджа наносите. Не бойтесь отдавать глистов, вы очень сырете врагу и тебе глистами. Они будут пытаться открывать топ, но у них это легко сделать не получится, поверьте. Это нихрена не простое дело против феномансера открывать башни. Обставляемся глистами постоянно, вешаем пассивки, дефаем башни. И вы в этом смысле один из лучших тавер-дефендеров. Глисты очень мешают врагу, поверьте. Против глистов пушить сложновато, ребят, поверьте. Типа вы глистами обставляетесь, у вас пассивка в тейпоинта, мне еще ассист дало за братишку на ВК, очень вкусно. Обставляемся дальше глистами, такой вардик поставим защищающий нас. Поверьте, ребят, им будет очень тяжело это пушить. Кайс носит. Зайбись. Хороший гель нажал. Или неплохо довольно-таки. У меня пассивка на него. Хорошо, парни, гасавцы. Вот. Нам не обязательно вместе стакаться, я плюс один можем дефать топ, я с Рубиком или кто-то, или с ВР-кой. Ой, хорош на Рубик. Нам не обязательно много героев тут. Не попало немножко, но ему дульты очень плохо. Да, видите, насколько там много дэмэджа. Найс, красавцы, молчи, ребят. Парни, прекратите сраться, все заебись. У нас очень много в топе с ВР-кой, мы линию в салат отъебали. Даже учитывая, что у нас мидер поел. Играй как хочешь. Все, чил, чил, не отвечай мы. Не отвлекайся. Мы отъебем это. У тебя все хорошо, у меня все хорошо. У ВР-ки все good. О, УВР-ки. Типа, мы отлично играем от защиты. Отпушивайте лайн и качайтесь. Надеюсь, все отпушивай линии всегда, не надо с командой играть. У тебя линия не задалась, поиграй просто на фарм свой. Вот, мы еще отлично можем фармить лес. Надо Зевсу лес подстахать. То есть, понимаете, ситуация, что Зевс в миде поел, она такая двоякая. То есть, казалось бы, он поел, а казалось бы, мы могли помочь. Поэтому тут нет, вместо кого-то обвинять, это да. Повис, летит. И можем драться, можно драться. Я подвыду, пробую. Ладно. Сори. Ну, им плохо довольно. Умирать не стоит, Зевс. Их там трое, минимум. Он без ульты на ВРке. Можешь нейтралочку выложить на Зевс, пожалуйста? Так, что из этого взять, и Мэсик берем обязательно. У меня Повис есть, мы довольно-таки сильные сейчас. У меня левел большой, я в топ ТП нажму. Найс, хорош. Я бегу на помощь, мы сильнее. Да, не убивает. Найс, бот. Понимаете, да, насколько персонаж на ранней стадии мощный? Миллион урона просто со всех кнопок, миллион статов, отлично для фейт-башни, может фармить лес, может купить любую, любой айтам, который тебе требуется для команды. По-моему, персонаж в этом плане идеальная пятерка на сегодняшний день. Ну, лучше только Чен, но на Чене нужно уметь играть. На Венике тебе достаточно пару хороших функций делать и все. Забивать. Вот, вот, вот. Все, дальше Максиса варды, потому что это наш самый основной скилл для того, чтобы и подфармливать, и подпушивать, то есть все наши функции игровые, мы будем делать вардами. Также зависит их урон. На ранней стадии, поверьте, любой саппорт очень проседает от вардов, плюс ваши пассивочки. Персонаж, я не знаю, бомба, ну, нереально. Я его раньше очень любил, особенно, когда у него инвиз давался, уважаемый ешкой, ой, ешкой говорю, инвиз. Когда у него минус армор давался, медалька. Сейчас, к сожалению, так не работает, но ничего страшного. Какие у нас функции? Я думаю, подфармить, подстакать. То есть мы сейчас вот так закинем прикол, это все мы подфармим. Маннергена у нас будет хватать 100% с барабанами и улом. Значит, гайз, важный момент. В один момент игры вы поймете, что персонажи кнопки проседают, врага появляются дисплейлы, пайпы, защита, БКБшка. В такой момент вы должны принять волевое решение выйти в аганим. Паша об этом в видосе не сказал, но аганим на веника считает, ну, на мой взгляд, и на взгляд уважаемого игрока фишмана из команды Эндисти, считается айтемом, который позволяет тебе играть отлично в лейтгейме. Что он дает, я сейчас вам прочитаю, чтобы не обмануть и сказать идеальные цифры. А дальше уже принимайте решение, покупать или нет. Аганим дает новый скилл, поизон нова, который в скобках старый, очень старый. Дев, сходи руну, забери мудрость. Я стакну. Вот, дает руну мудрости. Дает вам скилл, который будет прокать, если ваш первый скилл диспелят. Либо, если вы умираете. И то, и другое будет происходить довольно-таки часто на Виноманзере. Что этот скилл дает? То есть, купив Аганим, что вы получаете за эти деньги? Надо линию тебя отпушивать. Самое основное, что нужно понимать, что он дает уменьшение маг здоровья 3% на 10 секунд. То есть, 3-3-3% от максимального. Не от текущего, ребята, а от максимального. То есть, от этого скилла можно умереть, если я, по-моему, это помню. Но, даже идея не в этом. Этот скилл от сопротивления магии на 20%. Если вам кажется, что это небольшое число, то вы очень сильно ошибаетесь. Что такое 20%? Если в вас лагуна наносит 1000 урона, то она нанесет 1200. То есть, нажав этот скилл, он прокнет по всем, так как он будет прокать от цели, либо от вас, если вы умрете. И вы очень больно поднастрелите в драке. Я подхожу, я подхожу. Го-го-го-го-го. Я дам тебе саллор вверх. Что, мы подставились. Отлично, мы сделали все, что должны. Вдоль или нет, парни. Можем драться. И плохо сейчас будет. Понимаете, да? Ну и самая жирная цель. Нажали все кнопки, пошли вперед. То есть, смотрите, я буквально нажал. Раз, два, три, четыре, пять. Умер. Все. А мне больше его не надо. Команда врагов за это умерла. Дальше я еще сделаю вот так. Бам-бам. Сики загрежем. Вы можете покупать любые айтемы в доте. Вначале. То есть, хочешь себе капельку, бери капельку. Хочешь сразу же аган, бери аган. Хочешь барабаны, бери барабаны. Хочешь юл, бери юл. Хочешь форс, бери форс. Хочешь блудмейл, бери блудмейл. Хочешь доминатор. Все, что хочешь. Тут буквально, кажется, те самые лучшие там и на веника указаны. В свободное время ты принимаешь простое решение на сапе. Если обычно ты скид за кем-то хочешь стоять, то тут ты можешь поставить вард, пофармить. У тебя миллион функций на героя. Так как не каждый герой в доте может очень кайфово и легко отпушивать линию, не подставляясь. Веник же один из них. Достал. Вот. Поднасрали немножко иллюзиями вот так вот подбили врага. Пачку отпушиваем. Глистами в мидгейме, если что, башни дефаются на раз-два. Ни один герой доты, блин, не может легко зайти и сломать ваши глисты. Более того, не пострадать слишком сильно из-за этого. Глисты в 4, даже если враг их фармит, ребят, поверьте, это очень болезненно. То есть вы такой вот глист, который что-то делает в сторонке, мешает. Еще при этом с нетворсом вы на венике, в случае чего всегда можете подкачаться и получить свой нетворс. У нас, видите, даже руинер в лесу. Ой, блин, а тут. Я бы мог его доебать на самом деле. Убить, наверное, нет, но доебать точно могу. Тут вард стоит, сейчас он выйдет. Вардик, выйдешь, не? Вардик, выйдешь, нет? Вардик, выйдешь, нет? А, ну вот пошел. Ну и ладно. Сделать юл в этой игре или грейзенные барабаны или сразу же выйти в аган. Аганин тут очень хорош, знаете почему? Потому что легенка очень рано начинает диспелить наш скилл. Если враг очень рано диспелит ваш скилл, смело покупайте. Почему я так агрессивно пушу? Потому что никто, кроме меня в моей команде так сделать не может. И я как минимум заставлю кого-то на меня прийти. А как максимум еще и много на фармлю и не умру. Даже если на меня придут и убьют, это неплохая смерть. Она слишком много пространства дает моей команде. Не стесняйтесь на виннике умирать. Иметь на нем когда 0,50 это отлично. Используйте варды, чтобы показывать хайграунды. Используйте варды, чтобы мешать врагу отходить. Лина в топ летит. Найс. Рубика ускорим. Что? Локсик умирает, к сожалению, да? Пробуем помочь ему успеть. Ну, ладно, что страшного. Надо, что млину убили, остальное не важно. Отлично, закачиваемся. Делаем прокачку. Качку на прокачку делаем. Все, вы таланты рано не берете, так как ваши таланты не то, чтобы сильно вам помогают. Ускорим братишку. Он еще будет быстро бить. Отлично. Чекаем еще вот такой вот вард. Пам. И сюда еще глиста ставим. Не успел. Дам ему солар. Надеюсь, он не умрет. Сам постараюсь выйти после этого. Найс. Отлично. Что, вы, кстати, глистами всегда пассивно еще подкачиваете. Если вы глиста поставили, он баг где-то криточку убил. Вы молодец. Феррик пойду продам, пожалуй. Не упарывайтесь, надо качаться. Парваться нельзя. Парваться нельзя, стоя 100. Ставим хорошие варды, рискуем своей жизнью ради команды. Это очень хорошее решение будет. Вот тут. Сейчас отпушить пачку. Чувак сам сказал, что не нажали смог и сам подставился. По-моему, это не очень хорошо было. Он же сам сказал, что не смог. Нажали, разве нет? По-моему, да. Все. Все хрипов пробили. Пачку с кайфом закачали. Линию отпушили. Даже с руинером игра идет хорошо. Мы накачку сыграем, с аганимом будем гадости делать. Вот зачем она не отвлекается? Ну, какой там смысл? Мы спокойно подкачиваемся, лотосы заберем. К слову, арканы я не рекомендую на веника. Айтем крайне ситуативный. В основном, только если у тебя медуза в команде или очень монозависимый герой типа Лишака, в основном, этот персонаж сам в манне нуждается. Если ты покупаешь арканы, ты очень сильно начинаешь проседать по скорости бега. Что на самом деле очень важно. То и так бесконечно отпушиваем какой-то лайн, выкачиваем миллион вещей. Ну, когда я говорю бесконечно, это не значит, что вы забиваете членные дела команды. Он пишет, осторожно, но нет. В этом-то идея вина мансера отпушивать так, чтобы это было на грани фола. Чтобы, ну, хотите, нападайте на меня, но вы потратите за это все хп, вы потратите на это много времени, убить меня просто у вас не выйдет, я вам гарантирую, друзья. Вы потратите на это минимум смог, а то и ультмираны, а то еще несколько других ультимейтов. Легко убить моего персонажа не выйдет. Так работает вина мансер. Моего персонажа 1800 хп, ребят. Я говорил, что легко меня убить не выйдет. Посмотрим, как много здоровья вы потратите за это. Один уже умер. Следующий кто? Что, кто-то следующий на меня пойдет, друзья? Я не против, кто-то следующий на меня нападет? Может быть, ты нападешь? Давай, дружище. Что, не хочешь нападать? Двух умер, я вам мало, я готов третий вам обеспечить. Вот, такой вот глист стоит на линии. Казалось бы, у меня же нету какого-то экстраординарного нетворца на этом персонаже. Я же не обладаю невероятными статами. Просто такой персонаж в этом патче. Так, вот у меня 86. Дайте аганим дадут, пожалуйста. Все, аганим летит. Аганим летит. Взяв, забери. Сейчас рона будет. Отлично. Также можно сождать башню. Потанчить, наверное, не выйдет. Дам ему соларку на катапе. Попробуем подождать пачку, но это будет тяжело. Ой, я умру, я умру сейчас. Но это неплохая смерть. Я попробовал потанчить. Я развел ульту Лины, что, в принципе, не страшно. Надеюсь, что Рубик выйдет. Не скажу, что смерть хорошая, но и прям очень плохую ее назвать тоже нет вариации, мне кажется. Нормально, похилил Рес и стянул всю команду. Жаль, что, конечно, Рубик еще откис. Потому что Зевс, ну, Зевс это такой, знаете, подарочный элемент. Все, гонечек появился. На ранней стаде довольно-таки. Чек не метралки, на денежку нету. Есть Драгонскейл, очень помогает пушить, дает арморчик, много статов. Есть Эррейн, на него работает наша пассивочка, что тоже весьма неплохо. Я думаю, что очень хорошо будет Драгонскейл брать. Драгонскейл хорошо. Так, дальше, что мы хотим? В этой игре хорош Юл, в этой игре хорош Пайп, в этой игре хорош Форс. Мы все это купим. Мы купим от дешевого к дорогому. Получается Форс, Юл, потом Пайпик сделаем. Бам-бам, отлично. Видите, да, что у нас еще появилось доп горения от нейтралочки, очень тоже вкусная. Не забываем про функции чекать руны вот так вот, разбивать руны глистами аккуратно. Не забываем про то, что мы всегда отпушиваем лайны, свободное от Драг время. Вы скажете, да, но это же может делать команда. В этом-то идея, что вы отпушиваете самые опасные лайны, на которые никто из команды выйти не захочет. Не забываем еще покупать гранаты, уважаемые. Лего напугали. Нажмем гель, и в принципе после геля можно закачать кемп. Сейчас помним, что после нашей смерти на врага будет распространяться уважаемая чума. И если вдруг враг диспейлит наш первый скилл, произойдет ровно то же самое. Поэтому не стесняемся нажимать первый скилл в моменте, чтобы его сдиспейлили. Легенки, есть ли блинк? Лего есть блинк, блэдмейл, аккуратней. Но мы не можем его нажимать, он ничего не изменит. Я предупреждал, причем чела. Он все равно подставился. Нормально, у нас хорошая варда. Можем ли мы? Мы на самом деле все еще можем подраться. Мы ничего не потратили. То есть они позицию потеряют, можем въебать их. Это ульта только будет его. Выбьем ее с камерой. И мочь хуёва, ребят. И мочь хуёва. Вот. Как выглядит Виномансер? Влетел, все кнопки нажал, поездо нового прокнул. Ой, блядь, стан по троим. Бля, он не стал ВК добивать, кстати, это очень грустно. Ладно, хотя бы того убил. Норм. Они в стан по троим попали, такое бывает, ничего страшного. Тут потом берете талант на гель в моменте, когда вы гель замаксили. И потом берете талант на... Смотрите, если против вас много милишников, которые зависят от своей позиционки, типа Свена, типа Сларка, то вы очень любите брать вот этот талант. Он очень сильный. Еще против Сумонов и талант хорош. Если вы играете игру, где вы ее очень много фармите, то талант на плаге вард тоже очень прекрасен. Поэтому тут берите ситуативно. В этой игре что у нас? Вот. Пассивка у нас на всех прокает. Очень много. Варды тут менее приятные. Поэтому, ну, варды тут довольно-таки легко уже ломаются. И Миран, и Лин. Поэтому мы принимаем легкое решение брать левый талант. Все крайне легко. Все, надо форсик доделывать, линию отпушить. Мне не нравится токсичность команды. Это, конечно, очень неприятно, но на нашу игру это не сказывается никак. Я раньше, знаете, вот очень любил Эмберслава, так сказать, Эмберспирита, потому что персонаж обладает очень интересной механикой. Просто попади по врагам кнопками как можно больше количества раз за драку и ты полезный. И Веноманцер один из этой среды. Попробуй попади кнопочками в драке как можно чаще и ты полезный. А попасть ими довольно-таки просто. Даже, на самом деле, сказал бы, легче, чем на других персонажах. Лина тут бежит. Мы так вот обставляемся глистами. Не даем врагу легко подходить. Каждый раз, когда вот так глисты ставите, враги в него утыкаются и не могут быстро прийти в драку. Поднимешь? Он никак уже не выживает. А, я вижу. Ну, меня убить тебе будет довольно сложно, думаю. Нужно помнить, что ваша Ешка еще уменьшает скорость атаки, что очень руинит врагу. Ай, свар сломали, братику денег заработали. Отлично. Форсик появился, сейчас будет полегче играть. Берем лотос, братишки выпалим. Почему я не могу? Не знаю. Почему эта игра сказала, что я не могу? Все, везем себе красоту эту. Братишки выпуливаем. Потом я буду на эрогрежене делать, как вариант. Чтобы братишку от дуэли спасать. Найс. Варды не могу купить, к сожалению. Я могу подставиться по дуэль. Не попал. Бля, выйдешь? Выйдет, выйдет, нормально. Их пять тут в боте, выйдите, ребят, они готовы были. Лего бежит уже. Ну, теперь из минусов мы знаем, что прокаст стрелблэйда нас убивает. Ну, если... Ой, как хорошо он сыграл. Хорошие киллы. Хорошие киллы. Молодцы, ребята. Просто под вардом делаем эти киллы. Как будто бы хочется вообще сделать глиммер под прокаст Лины. То есть, он в кого-то прокастит, мы его глиммер спамим. Ну, да, да, это нормально. Если Лина нас ждет сзади, то она только одного может убить. Топ, мы точно будем дефать. Ну, я. Без вариантов. Врестбен, кстати, ситуативный. На всякий случай скажу, что вы не покупали его в каждой игре. Это айтем стоит довольно-таки много. Если у вас игра хорошая, где вы можете позволить, либо очень плохая, то обязательно это нужно делать. Если нет, то умом делайте. Просто так это айтем не покупайте. Мы помним, что Эйблэйд дает очень большое замедление и от этого нужно отыгрывать. То есть форстафайте, если вам будет. У вас и Блэйд прилетает. Лина в миде. Мы топ отпушили. Левел сами моё видите, думаю. Я, к сожалению, не могу покупать варды. Мне это очень мешает. Чувак скупает все варды. Ну, хотя бы не чувак, который эти варды разбивает об земле. Я не могу там быстро оказаться, ребят. Я не покажу сейчас. Гейль туда поднасрал. Я не могу туда прям подойти. Мне прям мешает ВК. ВК очень лоу хп, ребят. Я пробил его. О, он без ульты теперь. Дарил его. Попал, молодец. Я буквально соло только что вражескому кэрри выбил ульту. Держи в курсе. Обставляемся вардами. Т3 на ВБ разведите. Какой ВБ, город? Дружище. Мы Т2 даже не сломаем. Помиране попали. Гуд. Пачку убиваем. Не забываем, что глисты не дают так много, как враг тратит на то, чтобы их убить. Вроде попал. Да, нормально, просто выйдем. Стал какой-то очень длительный, как будто у него талант взят какой-то. Да, реально взял талант на оглашение. Чувствуется, чувствуется. Признаюсь. На Венике очень ценится ранний гем. Тоже держите это в голове, играя на нем. По нейтралочкам всегда берите что-то на защиту. Либо МС. Вот это защита плюс МС. Очень вкусно. Сейчас подфармливаем немножко фармлингами. Надо бежать в команде, я не успеваю. Панк не хватает. Отличный килл, хороший, молодцы, ребят. Пачку убиваем, в том числе терминатора убьем. Я думаю, ты на меня напал, дружище, ты что-то путаешь. Ты что-то перепутал, дружище. Вы что-то перепутали, ребят, вы что, не знаете, что будет после моей смерти? Не, вы походу не знаете, а вам будет очень плохо. Я только что мой кэр умер, да? Да, все равно всем пизда. Важно понимать, что я уменьшил им сопротивление от магии, и Зевс в этот момент нажал ультимейт и убил всех нахуй. Понимаете, так это работает? Причем я не на чеке, я иду вперед. У меня 6 смертей, ну каких смертей? Стоящих. Так вот, так вот, так нужно умирать, чтобы тебя запомнили. Мне кажется, враги меня точно запомнят. Как самого мерзкого червя в этой игре. Так, мы стики меняем приоритетом на 2Б. ВБ слишком много дает. У Рубика нет, шарда есть дуэль. А, шарда есть, дуэль за солдат. Фу, очкошник. Очкошник на Рубике. Все, отлично. У нас, по сути, идеальный билд. Давайте теперь просто закрепим, чтобы у нас был, ну, типа, слот был свободный. Закупим туда драмчики, драмчики. И, наверное, дальше я шлифанул просто лейтгейм пайпом. с диском. Диск тут весьма хороший от дуэля. Ну, не от дуэля, а увеличивает время, которое я буду не умирать. Все, кларити имеем, смок имеем, варды имеем, руну забрали. Три минуты, красотка пролежала, дождалась нас. Долес, как я и говорил, всегда подкачиваем. То есть, ты проходишь мимо компа, ну, тебе же не впадло два глиста поставить, забрать кэмп. Команда глобальная, от этого мало что потеряет. Ну, да, мэби где-то что-то быстрее могли сделать. Ну, вы заработали за это, ну, слишком до хрена для саппорта. Я вам потом в конце игры покажу нетворс. И вы поймете, о чем я говорю. Можем смок вдавить, ребят. Я сейчас очень сильный, меня гоним 19-й. Заранее нажиму смок, чтобы братишек достать. Странул смок. Бежим. Я в лину буду нажимать кнопки. Лину догнал, ребят. Есть на лину плюс? Нормально, я выживаю, у меня гример будет. Ну, на лину немножко не помогли. Там сзади. Иду на помощь. Ничего, не могу помочь. Никак не могу помочь. Э, мы все расплетились в драке. Все в разных сторонах. Нормально, нормально. Меня дали в лину, но я сейчас настроим. Я еще дуэль выиграл. Я еще дуэль выиграл. И насрал еще перед смертью ультимейтом. Задумайтесь, а сколько же много импакта? 30 урона у меня. Так, что, надо в артеке докупить? Лироша пойти. На Даршана еще пойти будет. Я, кстати, забыл про Владмир в этой игре. С вверхом он довольно-таки хорош. У него много белого урона, и Владмир для вверхи норм. Может, прямо сейчас Владмир вместо в рейсбанда сделать? Ну, заодно вам энергет добавим в команде. У нас же Владмира ни у кого нету? Тут нету, тут нету, тут нету, тут нету, тут нету. Ну все, Владмир тут прекрасен. А просто берем Владмир. Such a peanuts. Peons. Нам пушить, нам-то, блядь. Ты опаздываешь куда-то? Это так работает, типа? Не, ну, очевидно, так работает. Если ты не пушишь, ты проигрываешь. Ну, просто что? Когда пушить? Если ты бьешься головой по хайграунд, ты как бы чаще, больше вероятностью проиграешь, чем если ты будешь торопиться пушить. Можно понимать, что на Рошане веномансер тоже очень хорош. Он за счет глистов очень руинит. Очень много дамажа наносят. Я сейчас прилечу на Рошана, ВРК можно будет там поприкаловаться. Поможешь мне? Я сабелинку. Вард дропнуть обязательно. Ой, я че-то пьяный. Я че-то, блядь, вообще не тут. Ну, ладно. Я вчера в ресторане выпил на стойке, мне можно. И фрукта потратил. Собью, собью так. Ой, ты? Вы долго бы не били. Валь, братанчик. Пастрошанчик. Сейчас флангер появляется. Достал, к сожалению. Мы не боимся умирать от дуэли. Я вам это говорил уже. Хороший талант. Хороший талант. Оба таланта хорошие. Выбирайте ситуативно, что вам больше подходит в игре конкретно. В этой игре, я думаю, очевидно, что попасть гелем и наспаунить глистов было бы очень круто. Я думаю, так вот мы в центре дропнем. Против. О, летит. Летит этот, уважаемый. Сразу же так вот. В центре под ноги обязательно. Климер, братишки. Давай, давай, у меня дуэль, братишка. Давай, давай, у меня дуэль, братишка. А в кого еще, дружище? Только я боюсь тебя предупредить. Я вина мансера, братишка. Я хочу, чтобы ты меня бил. Это не ты хочешь меня убить. Это я хочу, чтобы ты меня убил. Это разные вещи, дружище. Мы разные. Да, какие же, конечно, ребята пытливые, знаете, такие прям пытаются, пытаются. Хотя пытливые в контексте не так слово используется, но мне оно-то понравилось. Ой, как хорошо. Блин, я так люблю, когда в меня на вина мансере. То есть я реально нажал первый, нажал третий, нажал ульт. А, ульт не нажал, маны не было. Но нажал салар, нажал глимер, все вдавил и получил дуэль. Еще дуэль выиграл. Ну, не выиграл там, ничего сыграл. Но при этом, ну, я считаю, что выиграл дуэль, равно получил ее в себя на вина мансере саппорте. То есть это прям очень выгодно. Это очень хорошо. Все, теперь, наверное, продать надо что-то. Не, мне нечего продавать, у меня нет места. Ну, типа, минус, да, понятно, что у меня с моей кучей переходников приходится постоянно перекладываться. Это пиздец неприятно, но я думаю, это окей. Я думаю, в данном контексте это норм. Я по-любому получаю тут MVP без вариантов, я слишком гуд все сделал. Изьевс, молодец, умудряется не сосать. Аегис мы не потратили, а потратили. Туда я прилечу сейчас. Рубик не вред дуэля? Там лего рестался. Я лечу к вам. А подождать меня и можем продолжить. У меня там куча всего и Глиммер, и Владмир, и мочь хуёво будет. Можем мид пойти подолбить, например, или по боту зайти. Только мид нужно толкнуть, а потом в бот вернуться. С пачкой. У меня очень много защитных артов на ВР. Нормально, нормально. Скипали. Нормально, нормально. Держим планку, держим планку. Не попал Гелем, к сожалению. Дропнем. Себе ногу, себе ногу. Я ещё не всё нажал, чтобы умирать так. Блядь, братик. БКБ вдави. Не говори, что нет БКБ. У него нет БКБ, блядь. На Рубика там кнопку раз. Там сейчас насрёт, насрёт, насрёт. Им хуёво, ребят, им хуёво. Блядь. Как вы так быстро умираете, всё. Спать там вардов насрано. Стоять, блядь. Наш проект с вардами помогал. Было бы очень круто. Ой, нормально там насрало, кстати. Это только не видно. Там нормально, слышишь, у нас на голову присел уважаемый андерлорд. Хорошо, хорошо присел. Срём, 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 ребят. Срём, срём, срём. Бесконечно срём. Бесконечность не предел, поэтому мы срём бесконечно. Бесконечность не предел. Вардами сейчас обосрёмся тут. Отлично, отлично. Вот и накатка в дотам. Тещут виноватого, а в конце кто-то побеждает. Менее злой. А может и более злой, не понятно. Откисай. Откисай, братишка. Откисай, братишка. Откисай, братишка. Откисайте, братишка. Откисай, братишка. Ну всё, дальше юл просто грейдим. Барабаны юл вот так. Давайте сначала драмы сделаем. Ну, тут уже, в принципе, и так победа. Всё, по-хорошему сейчас сдохнуть первому. Что у меня кнопки в КД, маны мало. Я бы получил все приколы киету с кайфом. Вот так вот обставляемся и стоим первыми. Это год, это год, это год. Год, 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 год. Всё, у меня нажали. Давай, давай, дуэль у меня. Ещё чё-то. Ещё чё-то можно, пожалуйста? Ой, отлично, отлично. Ещё и насрал. Хорошо. Хорошо. Боми, да. Хорошо. О, ещё можно насрать? Тебе пораньше, я байбекнусь в приличной команде. Да, где? Бля, чувак, ты чё серьёзно? Пиздец. Какой ты ворота ставишь, конечно? А я байбекусь, думаю, сейчас ворота зайду, уважаемые вандерлорды. И вот, что в итоге. Он просто мисквикнул воротами и поставил их в его место. Ну ладно, мы хотя бы победили уже год. О, я убил кого-то. Ну, ассист. Заметьте, всё это время у меня нет в драке, но на врагах есть пассивка. И вы, может быть, думаете, что эта пассивка мало делает? На деле, нихуя не мало делает. Да, насчёт таланта на 10-ом вот этот, на оппозиции снижает восстановление здоровья. Вы уберёте только против героев, против которых важно отключить хил. Очевидный пример, хускар, биск. Остальное, очень ситуативно. Таких героев очень мало, талант не настолько сильный, чтобы его рейтить. Я вам говорю, я тестил. Он не ощущается прям как будто бы имба. Даже с веселом. Обычно, либо весел, либо урты достаточно. Капа-бам. Насрём туда немножко. Блин, важно понимать ещё, что у вас ещё и вот эта херня в процентах наносит. И вы просто бесконечное количество урона наносите. И БКБшка особо-то и не спасает. То есть вы нажали на врага, да, а потом пыякс. Может, восстановить пассантану его по приколу? Давай, пошёл, блин, пассантан. Ладно, ребят, хорошая катка получилась. Надеюсь, вам понравилось. Давайте посмотрим сейчас, уважаемый винрейт. О, винрейт, говорю. Уважаемый дэмэдж. У MVP понятно кто. Тут сразу же понятно. Конечно же, new carry 19 years old. Потому что мы слишком дохуя сделали в этой игре. Посмотрим важные характеристики для саппорта. Во-первых, как много мы фармили на саппорте. Что в этом патче крайне важно. Десятая минута. У нас нетворс топ-2 в команде. При том, что мы фармили среднее. Посмотрим 20 минуту. Мы фулл-игры покупали варды. Мы топ-3 нетворс. У нас больше мидера, если что. Тридцатая минута. У нас нетворс почти такой же, как у кэри. Сороковая минута. Мы немножко просели, но там байбеки были. То есть, если посмотреть до байбеков, то, в принципе, у нас нетворс как у вражеского кэри. Теперь смотрим урон, нанесенный в игре. Мы нанесли 39 с почти 40 тысяч. Что почти так же, как у Зевса. Важно понимать, что урон Зевса мы тоже увеличили. Потому что наш гоним уменьшает сопротивление к магии. Полученный урон, что тоже важно. 51 тысяча. Больше, чем наш андерлорд в команде. То есть, мы получили урона больше, чем наш оффлейнер. Больше, чем наш кэри. Больше, чем наш мидер. Больше, чем кто-либо. Ну и, соответственно, покупка варда в топ-1. И жаль, мне не дота плюс. Потому что на дота плюс можно было бы посмотреть, сколько урона на него с пассивкой. А это огромное количество. То есть, вы сейчас можете сделать простую математику, ребят. Смотрите. У вас есть пассивка. Она наносит, казалось бы, всего лишь 15 урона. Теперь 15. Вы даже понимаете, что... О, 15 говорю. Всего лишь 8, 16, 24, 32. Теперь смотрите. 32 урона в секунду. На протяжении 15 секунд. Берем. 32 урона умножаем на 15. Это 480 урона за один удар. За один удар. То есть, на седьмом левеле вам достаточно ударить врага один раз. И у него будет минус 500 хп. А теперь представьте, что вы глистом сделаете тычку. Это минус 1000 хп. Это все без учета сопротивлений и хп эрегена. Плюс у вас 6. Первый скилл и ультимейт. В общем, такой персонаж. Обязательно попробуйте. Очень интересный. Сборка у него есть в доте. Она одна из самых популярных. И это та сборка, к которой я очень трепетно отношусь. Она очень хорошая и очень сильная. Всем советую ее попробовать. Она не менялась с этого времени, но ничего в доте не поменялось. Единственное, что вы можете менять, это цирклетку на стике против лайна, где спамят кнопки. Но я люблю цирклетку больше. Вот такая вот катка, ребят. Всем удачи, пока. Спасибо, что смотрели. До завтра.